Скейтборд, BMX и самокат в столице региона состоялись соревнования по экстремальным видам спорта. Турнир прошел при поддержке Федерации скейтбординга России. Так, в Наринмар приехали титулованные трюкачи, которые не только оценили уровень мастерства наших спортсменов, но и провели для них показательные выступления. Все подробности в материале Ивана Кутейникова. Этот парень занимается скейтбордингом 4 года, но тренироваться серьезно начал только с появлением в Наринмаре специальной площадки. Я посмотрел видео, и мне понравилось, я захотел так же кататься. И пошел в кладовку, нашел там старый скейтборд, решил, буду учиться. Вот так учился. Артем Канев признается, в таком экстремальном виде спорта самая главная уверенность и желание постоянно пробовать что-то новое, оттачивать свое мастерство и не бояться даже самых сложных трюков. Когда парк построили, просто тогда начался полный прогресс, и тогда все ребята начали, только начинали кататься. А сейчас сделал трюки, делал бортслайд в наклонку, который меня вчера Борис Олейников только это научил, раньше этого не делал, боялся. А он говорит, пойдем пробовать, я давай попробуем и сделал, раза с пятого, наверное. У участников соревнований есть всего минута на то, чтобы показать свои лучшие трюки. Среди скейтеров такой вид состязания называется стрит. Кроме того, ребята определяют лучших еще в двух дисциплинах – это BMX и самокат. За полярных экстремалов оценивают титулованные спортсмены. Среди них, например, чемпионка России по скейтбордингу Екатерина Шенгелия. По словам девушки, ее сильно впечатлил уровень подготовки наших ребят. А теперь, когда в Наринмаре есть оборудованная для экстремальных видов спорта площадка, местные спортсмены обязательно будут только прибавлять. С таким скейтпарком, безусловно, у них есть будущее. И чем чаще будет проводиться мероприятие такого плана, как сегодня, это будет подстегивать ребят дальше заниматься, прогрессировать. И, безусловно, у них все получится. Я видел, как горят ваши глаза. И действительно, то, что мы вернулись сюда спустя три месяца, и мы видим, как прокачался ваш уровень катания, как у вас стало больше. Мы видим девчонок на скейтах, что на самом деле, вот где самый короткий путь на Олимпиаду, так это у девчонок в скейтбординге. Мне очень приятно, что здесь, казалось бы, на такой суровой земле северной, где, ну, даже страшно представить иногда, что здесь катаются на скейте в любую погоду практически. Это уже не первые подобные соревнования в Нейнском округе. И, по словам самих участников, чем больше их будет, тем быстрее в регионе сможет развиваться экстремальный вид спорта. Самое главное – есть поддержка со стороны администрации Заполярья. Я очень рад, что у нас приживается этот экстремальный вид спорта. Вы знаете, я очень его люблю и делаю все для того, чтобы у вас была возможность тренироваться, получать оборудование и иметь возможность развиваться в этом направлении. Самый молодой олимпийский вид спорта. У каждого из вас, по сути, есть возможность попасть в олимпийскую сбору. Похоже, мероприятие проводим второй раз. Первое было летом. Я смотрю, что это очень понравилось детям. И Александр Витальевич принял решение, что надо еще раз такое проводить и продолжать. Эта практика очень классная. Наши дети начинают лучше это делать, лучше кататься. По итогам соревнования в дисциплине BMX победителем стал Андрей Баринов. Лучшим самокатером оказался Константин Чупров, ну а среди скейтеров первое место завоевал Артем Канев. Этот парень смог. Это Канев Артем! В качестве награды новый скейтборд. Но все же главный приз – возможность показать свое мастерство уже совершенно на другом уровне. Ты едешь 22 сентября на чемпионат России, этап Кубка мира в Москву. Иван Кутейников, Владимир Ожин, Леонид Шишелов, Телеканал Север.